Повестка дня очередного 34-го заседания Совета депутатов городского округа Щелково не слишком насыщенная, но заседание это имело особое значение. На содержание повестки повлияли итоги прошедших недавно выборов. По их результатам председатель Совета Елена Мокринская переходит на работу в Московскую областную думу. В партийном списке КПРФ она занимала высокую четвертую позицию, и это позволило Елене Федоровне представить партию в региональном парламенте в числе семи депутатов-коммунистов. Соответственно, она досрочно сложила полномочия депутата и председателя Совета городского округа Щелково. Коллегам оставалось только утвердить это голосованием. У нас с вами очень много было сделано за эти неполные два года, причем очень было много сделано именно хорошего для людей, возвращено много имущества. Я думаю, что были приняты положения, которые исключительно работают для населения. Я думаю, вы продолжите в этом ключе работать, и я с вами вместе, как депутат областной думы, продолжу работать для населения. Более 10 лет мы с вами в государственной власти, и я вижу, как вы на глазах растете, мужаете. Помните, это у Маяковской гвозди вы делали из этих людей. Удивительного, цельно отправленного, такого цельного видения того, что хочется достичь, и у вас это получается. Успехов вам! Оставаться такой же твердой. Елену Мокринскую поздравила с избранием в областную думу директор Щелковского историко-краеведческого музея Наталья Богданова и вручила ей один из первых экземпляров только что вышедшего альманаха «Нити времени» по страницам журнала Щелкова. Я, во-первых, хочу сказать огромное спасибо всем моим избирателям за то, что они отдали свой голос за партию КПРФ. Я не ухожу с этой территории. Я буду работать с нашими избирателями и с советами депутатов, и с администрациями. И максимально буду делать так, чтобы у нас пополнялись бюджеты, чтобы реализовывались муниципальные и региональные программы на территориях. Поэтому я думаю, что меня здесь будут многие видеть и приходить на приемы. Всегда двери открыты. Вы уже определились с тем, чем будете заниматься в областной думе или хотя бы чем планируете? Ну, скорее всего, посмотрим, как будет, но планирую войти в комитет по бюджету. Исполнять полномочия председателя совета будет заместитель председателя Анатолий Андронов. На этом же заседании, кстати, депутаты присвоили ему классный чин – действительный муниципальный советник Московской области второго класса. Кроме этого, на обсуждение совета депутатов было вынесено положение о муниципальном земельном контроле на территории городского округа Щелково. В связи со вступлением в силу федерального закона номер 248 о государственном контроле, надзоре и муниципальном контроле в Российской Федерации, по каждому виду муниципального контроля должно быть принято положение. Модельные акты разработали для всех муниципалитетов прокуратура Московской области и Министерства имущественных отношений. Положение должно содержать именно конкретные действия органов муниципального контроля, определить конкретный орган, который полномочен осуществлять муниципальный контроль. То есть без данного нормативно-правового акта осуществление муниципального земельного контроля на территории муниципального образования невозможно. Аналогичным образом депутаты одобрили положение о муниципальном жилищном контроле. Ирина Микеда, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.